Здравствуйте, друзья и подруги! Вышел трейлер нового «Один дома», который выйдет под Новый год. Что можно сказать про этот трейлер и про этот фильм? По количеству дизлайков вы и так поймете, да и по самому трейлеру, что это не ровня тому самому классическому «Один дома» с Макалеем Калкиным. Но в целом давайте оценим трейлер. Итак, трейлер начинается с той же приблизительно сцены, что и первый фильм. Семья собирается уезжать и забывает своего сына дома, потому что семья здесь тоже большая. И он также остается и осознает, что он дома и начинает радоваться, что может делать то, что сам захочет. Также тут есть мама, которая также переживает, что ее сын остался один дома и повторяет фразы мамы Макалея Калкина, героя Кевина Макалистера. Здесь тоже есть преступники, которые захотят попасть в дом, но это не два бандита, ярко харизматичных актера. Это женщина и мужчина. Также здесь есть отсылка старому «Один дома». Здесь полицейский с фамилией Макалистер, это тот самый старший брат Бас, который доставал все время Кевина. Этот актер, типа такой вот, это наша отсылочка. Давайте теперь в целом скажем, что же мы имеем. Я смотрел на английском трейлер и сразу увидел, что у мальчика английский акцент, то есть не американский. Я проверил, да, действительно это английский актер, мальчик. Ну, в целом симпатичный парень, но вы же понимаете, да, что он не ровня Макалистеру, Кевину, Макалею Калкину. Это был уникальный персонаж, это был супер харизматичный ребенок, которого выбрали просто идеального. Один на миллион, а то и больше. Когда просто харизма прет из мальчика, каждая его мимика, каждое его выражение лица стоили миллионы долларов. Он делал это кино. Тут, естественно, ничего подобного нету в этом мальчике. Простой маленький мальчик. Кстати говоря, он хороший актер. Он играл в фильме «Кролик Джоджо». И режиссера фильма я перепроверил. Слушайте, ну у него, по крайней мере, есть такой фильм, как «Дедушка легкого поведения» с Робертом Де Ниро. А на деле, вот если говорить, фильм получился неплохой, это фильм, вот по трейлеру, нет. Это, вы знаете, самое идеальное, что мне пришло в голову, это как китайская копия продукта. Неплохой, а китайская подделка. Вот так оно выглядит. Оно выглядит, знаете, как вот раньше были, кто помнит, фильмы «Холмарка». Там были актеры такие категории «Б» немножечко. Качество вообще всего действия категории «Б» все немножко непрофессионально. Все немножечко не очень качественно. И вот телевизионно это тогда называлось. Сейчас все-таки телевизионный продукт делают лучше. Вот так это выглядит. А если уж поставить рядом с старыми фильмами «Один дома», то это и есть чисто китайская подделка. Когда ты берешь вот настоящую вещь, и вот китайская подделка. Вот это чисто китайская подделка. Возникает только один вопрос. Имея все мощности Диснея, почему на своей платформе Disney Plus они не могли сделать более качественный продукт? Переиграть все это? Выбрать качественных актеров, качественных злодеев, которые будут влезать в дом? Почему нельзя было хотя бы поднять на уровень это кино? Зачем уж настолько откровенное кино получается такое телевизионное в самом худшем смысле этого слова? В общем, подытоживая, китайская подделка, которая уже на старте имеет кучу дизлайков. Причем парень очень неплохой, талантливый мальчик, но здесь его просто кинули под поезд. Реально кинули под поезд его с этим продуктом, потому что хейтить его будут жестко. И я думаю, ему не стоило соглашаться играть вот в этой картине. Это не сильно положительно повлияет дальше на его карьеру. Это факт. Это не стоит времени вашего. На Новый год, естественно, я думаю, вы и сами до этого дошли. Вы будете смотреть первого и второго «Один дома» старых классических вместо вот этого. Все, больше нечего здесь говорить. Прощаюсь с вами, ребят. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!